В центре города, в городском парке, уже несколько месяцев существует строительная площадка, на которой идет реконструкция центральной аллеи. Внешне кажется, что все идет очень медленно и практически ничего не меняется. На прошлой неделе мы встретились с архитектором города Дмитрием Баглаевым, чтобы выяснить некоторые детали, перспективы и сроки окончания реконструкции. Очень хотелось, и это реальные были планы, открыть эту аллею прямо на день города. Да, естественно, никто не предполагал, что история с коронавирусом зайдет настолько далеко, что остановится вообще весь мир в своем движении. Поэтому изначально план сдачи объекта был, конечно же, до дня города, чтобы люди уже на день города с шествием, с праздником могли зайти и просто начать эксплуатировать новый объект. Себе на радость. Но, к сожалению, коронавирус внес свои поправки. Существенные изменения в жизни. Очень существенные, да. И парковая аллея далеко не хит в этих существенных изменениях. Но здесь же просто элементарно не могли люди с таким же темпом работать. И физически не могло такое количество людей работать по правилам. Мы вынуждены, вынуждены эти правила выполнять. Это не дача, это профессиональный городской объект. Ну, конечно. И просто все процессы вокруг стройки, это ведь не только люди с лопатой здесь. Это какая-то логистика, закупка материалов, какого-то оборудования. И связать это все воедино в один процесс во время коронавируса было невероятно сложно. Поэтому процесс затянулся. Мне так кажется, что аллея стала уже немножко шире. Это визуальная иллюзия. И здесь примитивный прием. Мы демонтировали часть клумб. Лавочки боковых, по-моему, демонтировали. Лавочки вышли, но лавочки сюда вернутся. В том же количестве. Но главное, что мы демонтировали часть клумб, которые не в полной мере эксплуатировались раньше. Часть из них оставили. Почему именно эти? Это что же не все просто так. Там завязан целый спектакль. Мы можем по нему потом детально пройтись, если будет интересно. Но из-за того, что мы демонтировали часть клумб, здесь появился некий воздух, пространство. И это и есть та иллюзия, которая позволяет людям думать, что аллея стала шире. И дело же даже не в этом визуальном эффекте. Это просто сюда вносит совершенно другой функционал. Раньше это был транзит. А сейчас это возможно место для какого-то более-менее активного отдыха, активной прогулки. Дети могут проехаться на самокате, на велосипеде. У родителей есть какой-то обзор, какой-то воздух. В общем, здесь можно делать теперь то, чего раньше делать было нельзя, если так примитивно сказать. Мы стоим на новом покрытии, и такое будет по всему парку. В работе над архитектурой города то, что все часто называют комплексный подход. Эта площадка является частью всего такого большого проекта города Славутич. И, например, эта плитка, белый кирпич без фаски, она здесь не потому, что вот она взяла и нам понравилось, а потому что год назад мы приняли такой концепт, что все тротуары новые, которые мы делаем, все дорожки новые, которые мы делаем, в центре города – это белый кирпич без фаски. И мы тянем эту идею. Те, кто придут после нас, я надеюсь, продолжат этот концепт, и через какой-то промежуток времени этот эффект будет реально видим каждому. Потому что вот в центре – это белые дорожки. В одном там, условно, в Добрынинском квартале, например, это будут серые дорожки. Есть даже такая идея – градация кварталов, в том числе, да, кварталов по цвету мощения. То есть вы предлагаете продолжить идею по квартальному разнообразию в архитектуре Славутича? Мне кажется, как архитектору, нам надо стараться уходить от идеи консервации города. Есть такая идея, что у нас настолько уникальная архитектура, что нам надо ее максимально законсервировать, потому что это наша ценность. Я могу согласиться? Да, я могу тоже частично согласиться, но, как и у всего, есть обратная сторона. Если мы законсервируем это все полностью, то мы просто получим город-музей. В музей комфортно прийти, но не комфортно в нем жить. Жители хотят наряду с памятью получить и какой-то современный комфорт. И реставрация этой аллеи – как бы первое мощное направление к улучшению комфорта Славутичан. Можно эту аллею назвать как такая попытка гармонично соединить. Новое со старым. Да, мы услышали в процессе обсуждения порой очень радикальные мнения по поводу того, что эти клумбы – это аутентичность, это память, и кто-то ими пользовался. Мы это услышали. И с проектантами… Да, в том числе и поэтому. Это не главенствующий фактор был, но в том числе и поэтому, да. Мнение жителей, естественно, надо учитывать. Но есть такие моменты, когда все-таки надо закуситься и продавить идею в ее изначальном виде. И как пример, я часто привожу известную на весь мир, пожалуй, на всю вселенную. Эйфелева башня была встречена всей общественностью, всей общественностью настолько, что уничтожит завтра. Но время показывает, что не все так однозначно. Поэтому у тебя идея сделать, как и Эйфелеву башню в Париже, любимым местом отдыха Славутичан. Настолько амбициозно, я бы не делал сравнение. Но я просто уверен, да, что весь этот хайп пройдет, наша ментальность неизбежно сменится. Придут новые управленцы, новые исполнители, а не останется. И вот время, конечно же, расставит все по своим местам, да. Уже сейчас видно, что фонари явно не вписываются в новую концепцию парка. Вы их будете заменять? Комфорт города для обычного человека сделают всего две вещи – дороги и освещение. Все остальное в той или иной мере важно, либо не важно, но идеальные дороги, тротуары и освещение делают основной комфорт города. Естественно, на это и будет новое освещение, да. Не так, как часто мы делали за всю историю города на старых опорах новый свет или новые опоры со старым светом. Здесь полностью новая инженерная сеть, полностью новые опоры и полностью новые светильники. Математика говорит, что в какой-то момент проще заменить все, и это выгодно. Ну, а в контексте новой аллеи это просто логично, да. После начала разговора мы перешли внутрь парка, там, где работы по реконструкции фактически только начинаются. Я смотрю, старую плитку сложили, и кто-то уже ее себе приготовил на даче. Ну, у нас на дачах, я знаю, можно найти очень много материалов со Славутича, вплоть даже до мусорок и скамеек. Ну, я надеюсь, это просто копии, это просто копия, это не с города. Здесь плитку, конечно, старались демонтировать максимально аккуратно. Не везде это получалось, поэтому, естественно, не все тысячи квадратов смогли сохранить, но сохранили, там, добрую половину, и это ровно та же плитка, которая у нас уложена на центральной площади. Площадь у нас в плохом состоянии, да, да, мы, конечно же, к сожалению, не можем взять и осилить сейчас реконструкцию площади. Да, конкурс прошел, отлично, мы получили крутые идеи от профессионалов. Возможно, мы начнем это, возможно, кто-то после нас, но это неизбежно произойдет. Сейчас же мы можем просто посредством этой плиткой, этой плиткой самой аварийной части поремонтировать, да. Я смотрю, что в конце парка происходит перепланировка, изменения, а что здесь будет? В общем, проект, он, конечно же, всегда рассматривается не кусками. Это какая-то такая целостная идея, завязанная в какой-то такой некий спектакль архитектурный. Мы начали с вами идти с того места, где чаще всего люди будут попадать туда, намного реже, чем здесь. Там вы видели тоже свободная зона. Эту свободную зону, либо она большую часть времени будет полностью пустая, для того, чтобы все потоки людей туда попали и разошлись кому надо по аллее. Но там же будет и сцена. Да, либо в моменты, когда подряд несколько каких-то мероприятий, там будет установлена новая модульная сцена. То есть ее можно будет снимать, скажем так? Да, можно будет снимать. Есть, мы сейчас над этим думаем, потому что сцена без, в своем стандартном виде, без помоста. Это модульная сцена, ее пол является мощением аллеи. Поэтому, скорее всего, сцена останется там на постоянку. И люди, попадая туда, им ничего не будет мешать, ну, там находиться, расходиться. Но при этом это будет зона, в которой можно укрыться от осадков. В обычное время, когда нет каких-то мероприятий. Ну, мне кажется, что у сцены по-любому должен быть подъем минимум на полметра, чтобы зрители даже издали могли увидеть выступающих. Это модульная сцена, у нее этот помост, он легко снимается. Снимается? Да. Вопрос в том, что мы его не будем там держать постоянно. Если цена останется там навсегда, то убираться будет только помост. И туда, например, опять же, на постоянку можно будет оставлять просто пластиковую парковую мебель. В нашем кафе, например, это какая-то взаимовыгодная ситуация. То есть, если нет мероприятия, то под навесом может быть вполне выездное кафе. А что это за карманы? Здесь будет два кармана. Единственные такие ответвления от аллеи, в которых становятся две скамейки со спинкой и с USB-зарядкой. Впоследствии эти скамейки планируется накрыть тоже навесами. Идея карманов, что это такое интимное уединенное место. Такие места всегда невольно, психологически выбираются людьми для посиделок. Мелкими компаниями по два человека. Да, да, если даже копнуть глубже, там, психологии какой-то, то человек подсознательно занимает всегда строго определенные места. Вот эти карманы – это как раз эти такие интимные уединенные места, места для поцелунков. Там будут эти скамейки, с USB-зарядкой и впоследствии с навесами. Эти карманы расположены немного таким зигзагом, не друг напротив друга. Чтобы не мешать сидящим напротив. Во-первых, чтобы две компании друг друга либо не смущали, либо не, как это называется, у животных, не встречались взглядами, чтобы альфа-самцы друг друга… Не ревновали. Да, не ревновали друг другу своих любимых самок. Поэтому так немножко разнесли. Плюс это подчинено общей идее зигзага. Когда станут новые опоры, новые скамейки, здесь будет прочитываться некая идея зигзагности. Не друг напротив друга светильники, а с разрывом. Скамейки со спинками строго в зоне светильников. Скамейки без спинок уходят напротив в зону максимально темную. В этом тоже есть некая философия и некая безопасность все-таки. Скамейка со спинкой стоит дороже, чем скамейка без спинки. Мы отправляем в светлое место. Где свет, там больше безопасности, меньше вандализма. Хорошо, что ты затронул тему скамеек. На последней сессии этому делили достаточно много времени. Кто-то говорил, что вообще можно купить скамейки за полторы-две тысячи. Я после сессии сам увидел в онлайн-магазине скамейки, достаточно приличные, за 8-9 тысяч. Примерно такие же, как у нас стоят на площади. Может быть, стоит действительно купить более дешевые скамейки, но больше? Или вы сторонник уникальных скамеек, таких, как сделал наш предприниматель Репих и установил на площади? Вот какой выбор делаете вы? Уникальность и красота, или все же экономия и простота? Конечно, когда разговор о бюджетных деньгах, то не должно быть таких жестких приоритетов, как красота. Мы распоряжаемся чужими деньгами, а потому надо считать каждую копейку. Но в обратную сторону скамейки за полторы тысячи – это как раз-таки затраты, которые сиюминутно меньше, но на длинном плече времени это становится намного дороже. Вот вы коснулись тех скамеек Юрия Репиха, и это очень наглядный пример. Хорошо, что вы вспомнили. Юрий, я знаю, как очень любящий свой город, он часто собственноручно реализовывает некоторые проекты. Свои деньги, без особой рекламы, многие вещи, мы знаем только его, так это жрепы и сделал. Вот эти скамейки, эти конкретно скамейки Юрий сделал своими собственными силами, своими собственными деньгами, поэтому считал, естественно, каждую копейку. Насколько я знаю, ему не обошлись не дороже 12 тысяч. Насколько я знаю, можно уточнить. И вот это, да, наглядный пример. То есть все-таки есть разница в изделии за полторы тысячи и за 12, за 10, за 15. Чудес ведь не бывает. Где-то тоньше металл, где-то хуже краска, где-то дерево невысушенное. В комплексе все мелочи мы получаем продукт, который некачественный настолько, что нам придется вложить снова деньги. Да, момент дизайна важен, особенно когда у нас амбиции получить качественный такой современный продукт. Да, момент дизайна важен. Конкретно с этими скамейками производитель нам согласился сделать прототип. То есть сначала мы покупаем реально одну скамейку и, возможно, больше заказывать у него ее не будем. Ну, например, как вы сказали, найдем где-то дешевле. Например, вот у нас есть прототип, мы хотим такую, можете сделать дешевле, но точно такую. Да, могу. Мы к тому говорим, все здорово, классно, вот тебе твои деньги за твою скамейку, но оптиму мы будем делать. Ну да, это риски, но я хочу лично от себя поблагодарить, что согласились сделать этот прототип. И согласились не зря, потому что мы произвели два прототипа скамейка без спинки и со спинкой. Без спинки вышло идеально, как и задумывалось, потому что дизайн мы прорабатывали вот прям на месте, так, с руки, чертили, делали макетики, моделировали, получили макеты наши. Один к одному, это наши прототипы. Без спинки получилось идеально, не хочется вставать. Со спинкой... Без спинки хочется вставать. Хочется лечь. А вот та, что со спинкой оказалась не до конца удобна, и вот в этом случае производство прототипа позволит в будущем получить все остальные скамейки теперь максимально удобные. Мы внесли правки, ну грубо говоря, там было очень короткое место под бедра и неоправданно высокое подголовник. Мы внесли некоторые правки, и все, теперь мы абсолютно уверены, что эти скамейки будут максимально удобны. Ну, дизайна мы уже коснулись. Да, дизайн будет такой, что вы не выйдете и не купите это вот так в OLX или в магазине. Я не знаю, ты обратил внимание или нет, но практически весь наш разговор мешает проводить каркающие создания, видимо, вороны. Причем, чем ярче ты говоришь, тем больше они каркают. Что-то с ними нужно делать. Есть разные варианты, насколько я смог изучить, борьбы с ними. Естественно, все они крутятся вокруг того, что нет гнезда, нет птиц. У нас есть проблемы с птицами, причем кто-то это воспринимает проблемой, кто-то фишкой. Голуби на площади, да, голуби на площади. И здесь все относительно. Голуби на площади, это классно. Детки вышли, покормили, я сам лично с ребенком. Один отрицательный момент. Голуби на тех этаже в своем жилом доме, это плохо. Но с этими грачами-воронами, я, честно, пока не вижу такой проблемы, которая здесь возникает, вот кроме шумового эффекта. Я думаю, что решение просто удалить эти два гнезда. И эти решения есть такие островные, вплоть до того, что сбить их напором воды. Я думаю, что они не должны на нас обижаться. Ну, да, в какой-то момент, когда там ворон не будет, когда там не будет птенцов, в какой-то более поздний период. Вообще здесь нужно согласен мнение специалиста орнитолы. Это вот хороший пример, что изначально это надо, чтобы занимался специалист. Мы здесь невольно привыкли, есть такая специфика маленького города, что многими вопросами занимаются такие специалисты широкого профиля. Естественно, качество такой работы неизбежно ниже, чем если это занимаются специалисты. Вот воронный наглядный пример. Да, мы можем сейчас что-то радикально предпринять, но мы не можем предположить, спрогнозировать, что будет дальше. А не перейдят ли они в другое место, например, опять же, на жилые дома, куда-то еще. Что дальше, надо консультироваться с специалистом. Я с удовольствием постараюсь найти, кто это. И вот мы уже в конце аллеи. Что здесь будет? У аллеи есть начало и есть венчание. То, к чему человек не специально, но подсознательно движется. Вы зашли на аллею, вы видите этот объект сдалека, и он вас притягивает невольно. И вы к нему идете. Так проще завязать вот эту близость к архитектуре человека. Здесь, по задумке нашей, задумке проектантов, всей рабочей группы будут часы. Причем изначально была идея, чтобы эти часы были точной копией часов, висящих в прошлом на административном здании ЧАЭС. Мы нашли подобные часы. Специалисты сказали, что их уже возрождать к жизни будет не очень правильно. Мы получим просто некачественный продукт. Поэтому решили в конечном итоге сделать полностью новые, но с дизайном циферблата именно тех часов. Символизм сюда привнесем тем, что час 23 на циферблате будет красным цветом. У меня сейчас родилась, с моей точки зрения, замечательная идея. Я, правда, не архитектор, но я с тобой поделюсь. А если здесь повесить не одни часы, а двое? Одни застывшие на час 23, а чуть выше – современные, показывающие настоящее время. И доказывающие, что время идет вперед. В сфере архитекторов существует такое изречение, и это даже не шутка, что архитектором человек становится при постоянной практике к 40 годам. Видимо, как-то это связано именно с физиологией, с опытом работы, что примерно к 40 годам постоянной практики внутри архитектора вырабатываются те догмы и принципы, которые являются его стилем. А до тех пор это губка, да. По сути, это ребенок, который впитывает все с разных сторон и может метаться из стороны в сторону. Так что мы здесь с вами похожи, мы оба не архитекторы. Идея с застывшим временем классная. Застывшим и текучим. Есть здесь что-то отдали, и от нашей истории здесь будут двусторонние часы. Одни направлены туда, одни, но на аллею. Туда часы планировалось для того, чтобы люди, занимающиеся на скейтпарке или волейбол, просто могли видеть время. Сюда, естественно, для всех гуляющих по аллее. Часы будут подсвечиваться изнутри. И это будет еще работать как некий световой акцент. Мы, опять же, как в случае с плиткой определенной модели в определенном месте, приняли такой же железный концепт. Каждый новый объект в городе должен быть оборудован видеофиксацией. К сожалению, на моей памяти у нас уже реализованы новые объекты, где видеофиксации до сих пор нет, но это в работе, я верю, что мы это сделаем. Здесь мы обязаны сделать ее практически сразу. Потому что объект новый, объект массовый и объект дорогой. И видеофиксация здесь будет, сеть под нее закладывается сразу. Специалисты здесь уже были, оценили все зоны покрытия. Конечно, нам надо минимум охватить всю аллею, чтобы мы видели, кто зашел, кто вышел. Причем сама суть видеофиксации не в том, чтобы считать лицо или точно понять, кто это. Хотя аналоги в мире существуют, и это максимально упрощает работу правоохранительных органов. Мы со своей системой, тем не менее, вполне эффективны и сейчас. Потому что любой человек, попавший даже мельком в зону видеокамеры, неизбежно светится и в других частях по мере своего пути. Неизбежно он попадает в магазины или в заведения, в которых внутренние видеокамеры есть. И даже на моем сроке службы мы таким образом уже находили группу лиц, которые вандалили на наших объектах. Находили и доводили дело до суда. Это ценно. Это, пожалуй, одно из приоритетов развития архитектуры города, это покрыть весь город качественной сетью системы видеофиксации. Далее мы обратили внимание, что внешне практически не изменились клумбы в центре аллеи. Мы сохранили, как я говорил, некоторые клумбы, реставрировали их, убрали тот бут, затянули бетоном, заштукатурили. Они будут покрашены, будут лаконичные белые клумбы. Плюс на них вернется помост для сиденья. В этом месте, где оно и было, можно будет опять же сидеть, как и сидели раньше. С небольшим таким отличием, что подобрали такую высоту клумб примерно, чтобы здесь человек не хотел сидеть целый день. Вот в каждой такой архитектурной мелочи есть своя задача. На чуть-чуть стоит поднять высоту сиденья, и вы садитесь туда уже в формате присел, ответил вайбере и встал. Но рядом будут скамейки, в которых можно будет съесть с комфортом, да. Вот такими маленькими приемами можно разделять функционал. А внутри, конечно же, цветы. Конечно, цветы – это один из тех, опять же, таких долгосрочных. Нет, вот хотелось бы здесь начать, реализовывать такой долгосрочный городской проект. Старожилы его помнят как город роз. Это Припять? Да. И старожилы помнят как город роз, и хотели его, насколько я знаю, в каком-то виде возродить Салавутичи. Да. Даже были попытки, но какие-то заезжие хулиганы со временем понихоньку украли все розы. Вот здесь идея, чтобы человек зашел на эту аллею и получил сразу эмоцию цветущих полных клумб. Это должны быть розы, причем розы максимально пахучие. Запах – это тоже часть пространства, часть архитектуры. Запах действует на наше настроение. И вот такой комплекс цветущей розы, запах, клумбы, в которых можно сесть, должны создать вот эту вот эмоцию радости. Эмоцию радости. Все-таки архитектура – это, прежде всего, эмоция. У нас как бы за пределами зоны ограждения остался памятник в честь ветерана Второй мировой войны. Какова его судьба? Будут ли здесь изменения? Эта зона включилась в проект, кстати, уже в процессе работы. И это вполне норма, потому что практически в любом проекте есть правки, которые вносятся по ходу работы. Конкретно здесь это было множество раз. Где-то попали на какие-то сети, которые не обозначены на плане. Где-то дерево, где-то корни. Орнамент мы с проектантами утрясали очень долго. У нас летели искры, но мы в конечном итоге пришли к такому лаконичному, динамичному орнаменту. И в том числе эта зона, она появилась уже в процессе работы. Конечно, мы решили, что раз уже будет здесь новый объект, то логично зацепить и зону монумента. Зону монумента. Да. Но основное обсуждение было насчет прочтения этой зоны. Является ли она частью аллеи? Затягиваем ли мы туда ровно тот же цвет, ту же идейность? Или нет? Или решаем абсолютно отдельно? И в конечном итоге мы все-таки пришли к такой философии, что парковая аллея – это эмоция прогулки, эмоция радости, эмоция будущего, если так можно сказать. А зона монумента, связанная с войной, с трагедией – это все-таки такая камерная, мемориальная зона. Она предполагает совершенно другой настрой. Поэтому, естественно, мы ее обновим, но обновим совершенно в другом цвете мощение. Есть идеи внести туда некоторые световые акценты, которые усилят вот эту вот эмоцию памяти. И да, да, она входит в состав этих работ, но отделена от проекта как идейность. Да, там есть два камня уже существуют, они черные как смоль, в этом есть свой дух. И поэтому идея не перетягивает на себя вот этот акцент. Эти камни, эти мощнейшие цепи должны остаться вот в такой вот монументальности. И в конце разговора мы попросили архитектора все-таки сформировать его точку зрения этого олейного проекта. Это будет место отдыха или место встреч для словучан. А может быть, это просто будет любимое место каждого словучанина. Я, конечно же, как активный пользователь Фейсбука, пытаюсь черпать и критику, и пожелания среди просто жителей. И если очень грубо разделить, у нас есть два таких полярных мнения. Первое мнение – это мы должны вкладывать исключительно в бытовые объекты жизнедеятельности. Это очень условно. Дырявые кровли, внутридворовые тротуары и так далее. И там зарплаты, например, в каких-то организациях в полной мере. Это все безусловно важно. Безусловно. Что касаемо особенно зарплат, это, ну, понятно, здесь не о чем говорить. Но есть второе мнение, и я в какой-то мере ближе к этому, что наряду с обычной бытовухой, с каждодневным же надо обязательно выполнять, но есть маленькое «но». Да, маленькое «но», которое часто является ключевым. С учетом, что бытовые проблемы в любом городе не заканчиваются никогда. 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 Ни в одном, даже самом богатом городе эти проблемы не решились до конца. Это бесконечный процесс. Бесконечный. Сказать, что мы единоразово решим их все в городе, ну, это значит быть либо величайшим романтиком, либо просто не совсем понимать специфику. Это мы никогда не решим все бытовые проблемы. Это бесконечный процесс, и это даже хорошо. Это даже хорошо. Потому что в этом бесконечном процессе мы можем постоянно модернизироваться, а не делать все сиюминутно сейчас. Так вот, вторая полярность – это не полярность, нет, это некий компромисс, что наряду с самыми ключевыми бытовыми проблемами мы должны делать объекты портретности города, назовем их так. Потому что, вот я лично убежден, что ключ к развитию Славутича во многом лежит на внешнем рынке, не на внутреннем. Внутренний рынок наш очень понятен, очень сжат. Я думаю, вы еще падали. И он во многом потребительский. Он не инвестиционный. И нам очень-очень важны такие объекты, которые являются магнитами. Магнитами извне инвесторов, туристов, работников, например, медицины, спорта, которые мало того, что хотят приехать за большими зарплатами, они хотят приехать в красивый, комфортный город. И любой человек извне оценивает город именно по таким вот портретным объектам. И соблюсти вот этот баланс между необходимой бытовухой и необходимой, вот я подчеркиваю, необходимой портретностью города, это сложная задача. Здесь надо находить компромиссы и между людьми, и между властью, и между депутатами. Ну, надо стараться находить эти компромиссы, да. И правильные решения. Я считаю, мое искреннее мнение, что эта аллея – это тот идеальный проект, который будет работать и на всех жителей города, потому что здесь большой транзит, и на внешний рынок. Потому что все приезжие к нам, какие-то делегации, которые потом впоследствии могут стать нашими спонсорами, инвесторы, бизнесмены, туристы, они неизбежно идут в такие центральные инстаграмные объекты. Это будет он. Вот я считаю, что это компромисс. История и архитекторы, профессиональные урбанисты вполне обоснованно считают, что работа в городе только лишь над бытовыми, первостепенными объектами, исключительно над ними, медленно, но верно приводит город к разряду ПГТ. А если быть уже до конца откровенным в терминологии, то к селу. Ухоженному, опрятному, но все-таки селу во всех смыслах этого слова. А грамотный баланс между объектами бытовыми и объектами портретными наоборот делает город городом. И мы просто обязаны, мы обязаны хотя бы один подобный проект в год реализовывать. Если мы имеем амбиции как самого молодого и прогрессивного города. Вы знаете, я получил очень хороший опыт в сегодняшнем разговоре. Редко встречаются интересные собеседники. Вот то, что я скажу, я не думал говорить об этом сегодня. Ну вот в процессе разговора я понял, что есть люди с перспективой, а есть люди, которые просто смотрят в землю. Вот под ноги, камень не убран, дорожки там нет, камня нет, кирпичик не там лежит, цветочки кто-то вырвал, сволочь. А есть люди, которые смотрят в перспективу. И, наверное, вот с такими людьми я и связываю будущее нашего города. Потому что когда человек смотрит не только под ноги, а и вдаль, то у него есть перспектива и у него есть развитие. А когда, ну, скажем, у власти в нашем городе есть такие люди, значит, у нашего города есть перспектива. Поэтому поднимайте чаще глаза вверх и смотрите по сторонам. Иногда мы не замечаем достаточно интересных вещей. На этом все. Спасибо. Я надеюсь, что у нас много таких собеседников. И мы в Славутиче обязательно продолжим тему нашего будущего города. Спасибо за внимание.